Волейболисты Челябинского торпеда начинают новый чемпионат России домашним матчем. Цели у команды амбициозные, место на пьедестале в высшей лиге А. Подробности расскажет Николай Пастухов в обзоре спортивных событий. Волейболисты Челябинского торпеда начнут чемпионат России домашним матчем. 1 и 2 октября южноуральцы сыграют с одним из фаворитов высшей лиги А, команда Академия Казань. В прошлом сезоне челябинские волейболисты остались на четвертом месте в чемпионате. Планы на этот год более амбициозные – быть в тройке призеров. Перед чемпионатом состав волейбольного торпеда обновился на 40%. Пришли опытные игроки из высшей суперлиги. Команда по-прежнему на треть состоит из местных воспитанников. Сыгранность спортсмены оттачивали на недавнем предварительном этапе Кубка России. Все игроки, даже молодежь у нас провела очень много игр. Сейчас особенно в последнем туре, когда в Сургуте мы были, играли много молодые игроки, как Рудни, в Краля, воспитанники челябинского волейбола. В начале октября челябинская команда сыграет в полуфинале Кубка России в Казани. Соперники – клубы Суперлиги. Отмечу, что волейбол признан самым массовым видом спорта в стране. Только в Челябинской области им занимаются около 33 тысяч человек. Все любители этой игры могут посещать домашние матчи торпеда бесплатно. Встречи будут проходить во дворце Метарспорт. Хоккеисты сборной России возвращаются из Торонто без Кубка мира. В воскресенье дружина Олега Знарка не справилась с главным фаворитом турнира – сборной Канады. Итоговый счет 3-5 в пользу родоначальников хоккея. Первая половина встречи складывалась в пользу россиян. На шайбу Сидни Кросби голами ответили Никита Кучеров и челябинец Евгений Кузнецов. Но канадцы увеличили давление на ворота Сергея Бобровского и забили еще четыре раза. Единственное, чем смогла ответить наша сборная – это шайба еще одного воспитанника трактора Артемия Панарина за 7 секунд до конца матча. Магнитогорцы Евгений Малкин и Николай Кулемин отличились голевыми передачами. Теперь в финале Кубка мира за трофей сразятся команда Канады и сборная Европы. Ранее европейцы во втором полуфинале в овертайме переиграли шведов 3-2. И еще о хоккее. Челябинский трактор в последней встрече домашней серии уступил Словану из Братиславы 1-3. Начали матч челябинцы не слишком уверенно. Они играли активнее. В два раза чаще соперника бросали по воротам, но из-за собственных ошибок пропустили одну шайбу в первом и еще две в начале второго периода. После этого Василий Демченко уступил место в воротах Павлу Французу. Замена помогла. Черно-белые перестали пропускать и, наконец, забили. Открыл счет своим голам в сезоне Игорь Мирнов. Правда, в третьем периоде трактору не удалось привлечься к сопернику. Перед матчем стало известно, что Данил Губарев окончательно восстановился после травмы. Он заменил в составе Артема Сиванькаева. Еще в первом периоде Губарев стал героем неприятного эпизода. Хоккейс получил матч-штраф за жесткий силовой прием. Удаление выбило из калии. Вот это первая пятиминутная. Пришлось перейти игру на три звена. Видимо, не хватало свежести, наверное, в концовке. Как старались ребята, но вот этой свежести, наверное, не хватило в завершении атак. Отмечу, что в этот вечер защитник трактора Николай Белов сыграл свой 400-й матч в континентальной хоккейной лиге. За это время игрок забил 25 шайб и сделал 56 голевых передач. В сезоне 2014-2015 Белов стал обладателем Кубка Гагарина в составе Питерского СКА. А уже во вторник челябинские хоккеисты проведут матч на выезде. В Новосибирске трактор сыграет с одним из лидеров Восточной конференции – Сибирью. В таблице востока новосибирцы располагаются на третьей строчке, на две выше, чем черно-белые. В активе соперника 22 очка против 20 у трактора. Несмотря на три гола от слова на обороны южноуральцев, по-прежнему одна из лучших в КХЛ. 22 пропущенные шайбы. У Сибири же самая результативная на Востоке атака – 39 забитых голов. История противостояния команд насчитывает почти 70 лет. В 110 матчах челябинцы 60 раз выиграли, 42 раза проиграли и 7 свели в ничью. В КХЛ клубы встречались 16 раз. Южноуральцы смогли победить только в 7 матчах. Болельщики наверняка помнят обидное поражение от новосибирцев в первом раунде плей-офф сезона 2014-2015. Тогда, начав с уверенной победы, «Трактор» в итоге уступил в серии 2-4 и выбыл из борьбы за кубок Гагарина. Прямую трансляцию матча «Сибирь-Трактор» смотрите во вторник на канале ОТВ и на сайте 1обл.ру. Игра начнется в 17.30. В субботу магнитогорский баскетбольный клуб «Динамо» выиграл домашний предсезонный турнир «Магнитка-2016». Соревнования носят статус международных. Помимо «Динамовцев» в них приняли участие «Тобольский нефтехимик», «Екатеринбургский уралмаш» и «Казахстанский табол». Еще до начала турнира тренер-хозяев Сергей Конотопов излучал уверенность. Команда уже более-менее на определенном уровне сыгранная. Я вижу, что ребята понимают то, что требует тренерский состав. И прогресс очевиден. Оптимизм тренера подтвердили и баскетболисты. Нужноуральская команда по разу обыграла всех соперников. Больше всего трудностей магнитогорцам доставил «Уралмаш». «Динамо» сумела вырвать победу только в концовке 75-65. Этой победой южноуральцы обеспечили себе первое место на турнире. «Уралмаш» второй, «нефтехимик» третий. Четвертое место у казахстанского «Тобола». Николай Пастухов, Ульяна Любимова, Антон Захаревич, ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова